Всемирный день борьбы со СПИДом Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются для демонстрации поддержки людям, живущим с ВИЧ. Более 42 миллионов людей, живущих в самых разных уголках мира, страдают от смертельно опасного вируса, вызывающего у человека дефицит иммунитета. Ежедневно около 15 тысяч человек попадают в категорию больных. В 1981 году в Соединенных Штатах Америки впервые был зарегистрирован СПИД, причиной которого является вирус дефицита иммунитета у человека – ВИЧ. После этого состоялась экстренная встреча руководителей здравоохранения из стран всего мира, на которой была достигнута договоренность об обмене информацией о ВИЧ-СПИДе. Всемирная организация здравоохранения объявила о проведении первого Всемирного дня борьбы со СПИДом в 1988 году. Этот день, 1 декабря, сразу же стал одним из наиболее успешных дней памяти во всем мире, который в настоящее время признан самыми различными участниками и организациями. Одним из самых известных символов борьбы с ВИЧ-инфекцией, без которого не обходится, пожалуй, ни одна тематическая акция, является красная лента, напоминающая перевернутую букву ВИ и приколотая на грудь. Придумана она была весной 1991 года художником Франком Муром, который на тот момент входил в группу Visual AIDS. Это ассоциация художников, которая в 1980-х годах объединила ВИЧ положительных людей искусства. В ноябре 1991 года на концерте в Британии, посвященном памяти Фредди Меркури, красную ленту прикрепили 70 тысяч поклонников музыканта. Проект «Красная ленточка» был официально начат на 45-й ежегодной церемонии вручения наград Tony Awards 2 июня 2000 года. Всем номинантам и участникам было предложено приколоть такие ленты. Красная лента, перевернутая ВИ, станет символом нашего сострадания, поддержки и надежды на будущее без СПИДа. Самая большая надежда, связанная с этим проектом, это то, что к 1 декабря, Всемирному дню борьбы со СПИДом, эти ленты будут носить во всем мире. Особое место в истории эпидемии СПИДа занимают мемориальные квилты, ставшие не только напоминанием, но и в некотором смысле памятниками, ушедшим от болезни людям. Квилт – это традиционное стеганое полотно, лицевая сторона которого выполняется в технике лоскутного шитья и аппликации. С развитием ВИЧ-активизма в одеяло стали вшивать лоскуты символами и именами погибших. Создать полотно, посвященное умершим от СПИДа, придумал в 1985 году житель Сан-Франциско Клифф Джонс. В 1986 году он сделал первую экспозицию тематических квилтов. А уже в следующем году Джонс с единомышленниками создали фонд имена. Крупные города США, такие как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, продолжили дело и прислали свои работы в Сан-Франциско, а неравнодушные люди запасли фонд швейными машинками и другим необходимым для создания одеял. Первая масштабная экспозиция мемориального квилта была выставлена в Большом торговом центре в Вашингтоне. Выставка была размером с футбольное поле и включала 1920 полотен. В 1987 году квилты разложили перед Белым домом. К движению присоединились знаменитости, политики, семьи и близкие умерших. Все читали вслух имена тех, кому посвятили полотна. Мемориальный квилт по погибшим от СПИДа в 1989 году был номинирован на Нобелевскую премию мира. Лоскутное одеяло прочно вошло в культуру, в том числе и массовую. Для людей квилт стал возможностью пережить горе и что-то сделать в память о человеке. Многие вшивали личные вещи в лоскуты или куски одежды. Изображали знаки, ассоциировавшиеся с умершими, например, каким-то животным или цветком. В 1988 году проводились акции в поддержку ВИЧ-инфицированных людей. Наиболее известные из них – это «День без искусства» и «Ночь без света», которые были приурочены ко Всемирному дню борьбы со СПИДом и должны были показать то, как повлиял на мир искусства СПИД. Акция «Ночь без света» привлекла людей из театрального мира и представляла собой тушение света в Бродвейском театральном районе на 15 минут. Со временем эта традиция совсем прекратила свое существование. А вот «День без искусства» продолжает жить и сейчас. Правда, в современном варианте правила проведения ее сильно видоизменились. Если раньше в рамках акции сотрудники музеев закрывали черными полотнами картины и скульптуры или вовсе убирали их, чтобы изобразить потерю художников, то теперь внимание привлекают «Днями искусства», когда по всему миру открываются многочисленные выставки работ ВИЧ-инфицированных художников. Международные меры противодействия СПИДу координируют UNEITS. Это объединение организаций ООН, созданное для всесторонней скоординированной борьбы в глобальном масштабе с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями. Цели UNEITS – отсутствие новых случаев заражения ВИЧ, отсутствие дискриминации, отсутствие смертей, связанных со СПИДом, и оказание помощи всем нуждающимся. Основная задача UNEITS – покончить с эпидемией СПИДа к 2030 году. Была разработана программа 90-90-90. Ее суть в следующем. 90% ВИЧ-положительных людей должны знать о своем статусе. 90% людей, знающих о своем положительном статусе, получать лечение. А у 90% пациентов, проходящих лечение, должна быть подавлена вирусная нагрузка. Всемирный день борьбы со СПИДом всегда посвящен определенной теме. В 2020 году – это международная солидарность, общая ответственность. В 2020 году внимание всего мира приковано к пандемии COVID-19 и ее влиянию на жизнь и благополучие людей. Эта пандемия еще раз показала нам, насколько тесно вопрос здоровья связан с другими важными вопросами, такими как борьба с неравенством, права человека, гендерное равенство, социальная защита и экономический рост. COVID-19 наглядно продемонстрировал, что во время любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Пандемия COVID-19 выявила давно укоренившееся неравенство в нашем обществе. Этот кризис здравоохранения, как и многие другие, сильнее всего бьет по беднейшим и наиболее уязвимым категориям населения. COVID-19 также показал, насколько важна в этом процессе политическая воля. Правительства многих стран принимали экстраординарные политические меры и мобилизовали финансовые ресурсы ради спасения человеческих жизней и сохранения источников дохода населения. Государства сотрудничали между собой в целях обеспечения непрерывности лечения людей, живущих с ВИЧ, и поддерживали призывы сделать вакцину от COVID-19 народной вакциной, доступной всем в равной мере. Международная солидарность и общая ответственность требуют переосмысления международной системы здравоохранения, включая противодействие СПИДу. СПИД – тяжелое и опасное заболевание. Его легче предупредить, чем лечить. И меры профилактики находятся в руках каждого человека. Поэтому следует использовать их на благо здоровья своего и окружающих людей. СПИД